Казачество, общественность для несения службы по охране общественного порядка построены. Ежедневный развод сил полиции. Традиционно перед выходом на улицы города стражи порядка получают карты местности и ориентировки на разыскиваемых преступников. Теперь в рядах охранников общественного порядка и дружинники. Их можно узнать по красным повязкам с надписью ДНД. Это обычные люди, просто небезразличные. Таких добровольцев в Сочи уже полторы тысячи. Без поддержки общественности полиции трудно работать. Обстановка и ситуация в городе Сочи постоянно требует более тщательного подхода к вопросу обеспечения охраны общественного порядка. Поэтому люди никогда не были равнодушными к этой ситуации. Активность очень большая, добровольные дружины. Когда на город спускается вечер, рейдовые группы отправляются по заданному маршруту. В центре внимания оживленные улицы, набережные, парки и скверы. Майор в отставке, ныне член ДНД Андрей Токмазьян вспоминает, в советские времена дружинники оказывали органам реальную помощь. Доволен, что традиции возвращаются. Чтобы все уже знали, что милиция в городе есть, дружина есть, которая может помочь людям. И они были спокойны за свою жизнь, за жизнь своих детей. После вступления в силу федерального закона об участии граждан в охране общественного порядка, дружинники получили целый ряд полномочий и прав. Это льготы, компенсации и даже дополнительный отпуск в 10 дней. И еще, теперь члены ДНД могут применять все необходимые меры реагирования, вплоть до задержания. А те, кто отказывается выполнять теперь уже законные требования дружинников, заплатят штраф до 2,5 тысяч рублей. Сейчас во всех районах Сочи уже создано 93 дружины, и их число будет только расти. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.